Итоги 290-летней работы мы сегодня подводить не будем. Но у вас есть личный повод, если не черту подвести, то пунктир точно. Недавно исполнилось символические 100 дней после того, как вы были назначены на должность замгена прокурора в райско-федеральном округе. Сильно добавилась работа? Знаете, можно ответить двояк. И добавилось, и вроде бы стало несколько легче. Все-таки, пожалуй, прокурорам субъекта быть в некоторых моментах сложнее. А работа прибавилась в том ракурсе, что стало 6 субъектов, за работу прокуратуры, которой я несу ответственность. В этом плане, да. Наверное, есть отличия по характеру тех дел, которые приходится контролировать от той работы Свердловской прокуратуры и сейчас. Добавились, наверное, Севера, где в том числе развивается топливоэнергетический комплекс, да, находится, чего нет Свердловской области. Да, в этом плане то, что есть на Ямале, есть в Хантамантийском автономном округе и в Тюмени, это не присуще Свердловской области. В то же время, что было актуально для Свердловской области, это металлургия, другие, так скажем, креативы преступлений, которые были, ну, более-менее специфичны для Свердловской области, их в какой-то степени меньше на севере. В этом плане, да, есть некоторые особенности. Каждый субъект в целом похож на субъект Свердловской области, но, конечно, имеет свою специфику и специфику именно прокурорской деятельности нашей работы. Вы посетили уже все регионы. Где, может быть, ситуация вас, наоборот, обеспокоила, а где, наоборот, может быть, принесла удовлетворение? Знаете, мне было все проще все-таки в том плане, что на Урале я прожил достаточно долгое время, с 1986 года. И Уральский регион, Челябинская область, естественно, Свердловская область, да и Курган я знал неплохо. Я посетил Тюмень, но Тюмень я посетил еще в ранге прокурора Свердловской области, не так давно было совещание. А в ранге заместителя генерального прокурора я посетил и Челябинскую область, и Хантамансийский автономный округ. И вот недавно я проводил совещание и ознакомительную поездку по Ямал-Нецкому автономному округу. И я могу сказать, что и Хантамансийский округ, и Ямал-Нецкий округ на меня произвели в целом очень положительные впечатления и по уровню жизни людей, и по уровню работы прокуратуры, и тех условий, которые созданы для сотрудников прокуратуры. Там можно завидовать тем сотрудникам, которые там работают именно по условиям. Но по климатическим в этом есть определенные, конечно, сложности. За это государство и доплачивает. За те сложности, которые испытывают на себе не только сотрудники, но и живущие в этих регионах. Красивый регион и очень хорошие люди. А пару слов о коллективе, с которым вам теперь приходится работать. Не хочется, нет желания поменять? Кого-то, может быть, и своих привезти из прокуратуры области. Знаете, лучшее все-таки, я считаю, что деятельность руководителей как можно меньше именит сотрудников и работать с тем коллективом, который есть. Если есть задачи и видение другого, некоторого изменения работы, нужно просто стремиться изменить работу коллектива. На сегодняшний день я поменял одного руководителя управления, он перейдет на другую работу. Пожалуй, все изменения, которые произошли в управление Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. Наверное, все регионы без исключения, регионы Уральско-федерального округа, везде есть так называемые нелегальные горные заведения. Несмотря на ужесточение, на запрет, по-моему, эта проблема не ушла совершенно. Нет, она, конечно, не ушла. Подвалы какие-то по-прежнему на повестке дня. Почему? Слишком, может быть, мягкое наказание? Во-первых, это достаточно большой источник материальных выгод. Ну и давайте сходить из этого. Да, уже много, не много, сколько у нас уже несколько лет существует закон, полностью запрещающий практически на всех территориях заниматься горным бизнесом. Тот накал страстей, которые были раньше, нужно отдать должное, сказать честно, что его, конечно, нет. И та работа, которая проводилась и органами милиции, и полицией в нынешнем уже законе, и прокуратура, дали свои положительные сдвиги. Открытого противостояния нет. Да, есть, конечно, нелегальное казино, которое существует, но они достаточно в глубоком подполье. И мы не скрываем того факта, когда мы имеем возможность их ликвидировать, но полностью на сегодняшний день эту проблему, конечно, стопроцентно решить все-таки не удается. И та мера ответственности, особенно была до последнего времени административная, но не та мера ответственности, которая бы стопроцентов давала нам положительный эффект, что эти люди больше не будут заниматься. Слишком, говорю, большой интерес именно экономического плана. Но есть, и мы не скрываем, интересы, в кавычках, интересы некоторых сотрудников правоохранительных органов, прикрывать эти заведения. Факты такие были и в органах полиции, и все эти известны, так сказать, органам безопасности собственных служб. Они, эти люди, уже не работают. Некоторые привлечены достаточно к серьезной ответственности. А что в целом с коррупцией в Рольско-Федеральном округе? Кого, может быть, чаще всего привлекаете к ответственности? Кто у нас самый сильный коррупционер? Какие сферы деятельности? Вот я просто для сравнения, чтобы это было достаточно интересно, не надо, конечно, забивать эфир цифрами, но просто для сведения. Вот нами в целом, это Уральский федеральный округ, прокурорами проведено 2360 проверок. Это достаточно большая цифра, вскрыто 16,5 тысяч нарушений. Встает вопрос, где вскрываются в основном нарушения? Это в деятельности муниципальных учреждений, в деятельности сотрудников, работающих в ЖКХ, в правоохранительной системе есть такие. Внесено нами 2920 протестов, почти 4000 представлений, привлечено 4220 должностных лиц органов власти. Это большая цифра. И я думаю, что все-таки наши усилия и усилия всех правоохранительных органов дают некоторый положительный толчок к тому, чтобы этих преступлений и, естественно, правонарушений в коррупционной сфере было меньше. Возбуждено 363 уголовных дела. В административном порядке наказано 683 чиновника. В основном это штрафы. Говорить, что мы победили коррупцию полностью, конечно, это нечестно. Это, наверное, нереально в целом. И, по всей видимости, это нереально. Как показывают опыты более современных, более, так скажем, цивилизованных, не цивилизованных, западных стран, уровень коррупции и там есть. Ну, достаточно ниже, чем у нас. Я думаю, что те усилия, которые в настоящий момент делаются, и усиливается мера уголовной ответственности, ну, в какой-то степени мы сможем довести ее, может быть, до минимального состояния, но победить в целом, наверное, не сумею. Вы уже упомянули жилищно-коммунальный комплекс. Насколько я знаю, руководство страны поставило отдельную задачу провести работу органам прокуратуры по декриминализации вообще этой сферы. Ну, во-первых, потому что это такая достаточно общественно острая тематика, да, и с жилищно-коммунальным хозяйством сталкивается каждый из нас. Есть результаты? Действительно там, ну, нерешенных проблем достаточно? Очень много нерешенных проблем, и чем больше погружаемся в надзорные функции в этой сфере, тем больше возникает, так скажем, вопросов. Почему же такой большой поток тех нарушений, которые существуют в ЖКХ? Ответ, естественно, с одной стороны, на поверхности. Туда государство в ту область вкладывает достаточно большие бюджетные деньги. А где большие бюджетные деньги, там возникает большой соблазн эти бюджетные деньги пустить не туда, куда положено, а, так сказать, пустить их в собственных целях. И поэтому нарушений там достаточно много, очень много. И отсюда мы видим те проблемы, которые существуют на улицах не только города Екатеринбурга. Это постоянные коммунальные аварии, постоянные и те недовольства граждан, которые существуют, двойные квитанции. Возбуждается, знаете, возбуждено достаточно много уголовных дел. Хотелось бы, чтобы эти уголовные дела не только возбуждались, но они квалифицированно и очень грамотно расследовались и достаточно эффективно проходили через судебную систему. А не годами следователи бы их рассматривали, расследовали, и еще месяцами бы они находились в судейских полках. От этого теряется острота принятия, я считаю, справедливого и достаточно нужно жестких приговоров к тем лицам, которые совершают преступления именно в сфере ЖКХ. А часто в прокуратуре приходится решать дела действительно обычных людей. Я просто помню, как Юрий Чайко в интервью российской газете в начале этого года сказал, что прокуратура, если такое ощущение, превращается в книгу жалоб. Но, правда, в этом он плохого ничего не увидел. Много вот таких простых обученных дел? Вы имеете обращения граждан? Очень много. В целом почти 7 тысяч обращений пришло в прошлом году только в управление Генеральной прокуратурой в Украинском федеральном округе. Но к кому же обращаются, наверное, после того, как обратились правоохранительные органы? Как правило, да. Но цифра интересная. Практически процентов 70-75 обращаются жители Свердловской области. Это свидетельствует о чем? О том, что здесь находится управление, и порой люди сразу же обращаются в управление Генеральной прокуратуры, минуя обращения, допустим, в районные городские прокуратуры. Хотя нужно отдать должность, что люди стремятся обратиться уже после того, когда действительно, по их мнению, они не нашли защиту, и с их точки зрения незаконного или неправильного разрешения этих обращений, которые рассматривались даже на уровне областной прокуратуры. Да, такие факты есть. Не могу сказать, что их достаточно большое количество, но они есть, когда мы поправляем, так скажем, мягко поправляем деятельность нежестоящих прокуратур, заставляем их более, скажем, профессионально и более человечно относиться к тем бедам, которые описаны в этих заявлениях и жалобах. В основном эти жалобы, опять же, жалобы ЖКХ, трудовой законодатель, жилищные права во многих моментах нарушаются. То есть вся сфера нашей жизнедеятельности. Много обращаются пенсионеров, да и простые граждане в основном. Есть определенная категория жалоб, это малый и средний бизнес, но здесь есть определенные положительные сдвиги с принятием закона, когда прокуратура дает согласие на проведение проверок контролирующими органами, когда эти проверки не носят плановый характер. Большое количество органов прокуратуры отказывают контролирующим органам в проведении этих проверок. Большое количество. Есть факты, когда обжалуются наши действия, и, как правило, мы оказываем всегда право, когда отказываем контролирующим органам в проведении неплановых проверок. Вы можете как-то прокомментировать достаточно скандальную ситуацию, скандальное дело, связанное с разборками, криминальными разборками в поселке Сагра, Свердловской области. Тогда же вроде как генпрокуратура взяла ход расследования на контроль. Да, я начинал надзирать как прокурор Свердловской области, и постепенно это дело, так скажем, перешло уже в надзор управления, и в надзор сейчас меня как в ранге заместителя генерального прокурора. Я скажу, по этому делу идут следственные мероприятия, дело следствия подходит к завершению, уже будет в ближайшее время. Скорее всего, знаете, я даже ошибаюсь, наверное, уже объявлено об окончании предварительного следствия, и лица, обвиняемые по этому делу, приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После ознакомления это дело будет передано уже нам для утверждения обвинительного заключения. Могу заверить, что дело будет очень внимательным образом изучено. Если мы посчитаем, что там те деяния, которые вменены обвиняемым, доказаны, значит, я подпишу обвинительное заключение. Если, на наш взгляд, нет тех доказательств, значит, мы примем другое решение. А среди обвиняемых как те, кто нападал на поселок, так и те, кто оборонялся? Нет, только кто нападал. Те, кто оборонялся, принято решение, что их действия носили оборонительный характер и не составляют состава преступлений. То есть, говоря юридическим языком, признаны необходимой обороной. Александр Ильич, можете еще прокомментировать информацию, которая появилась на них в средствах массовой информации, о якобы незаконной заявке о приобретении драгостоящей квартиры в центре Екатеринбурга, по-моему, для нужд Свердловской областной прокуратуры. Стоимость, по-моему, 10 миллионов рублей. Там достаточно подробно описывается, какой квартира должна быть и так далее. Я хотел бы сразу здесь расставить некоторые точки, что начиная с 2005 года все сотрудники органов прокуратуры получают жилье и покупаются только за счет средств федерального бюджета. Все квартиры, все жилье носят служебный характер. Без права какой-либо приоритизации. Это однозначно. В том числе я живу в служебной квартире. После окончания срока моей работы я обязан, и сдам эту квартиру другому работнику прокуратуры. Так и в этом случае эта квартира приобретается в ранге служебной. Что касается этой суммы, эта сумма выделена Генеральной прокуратурой для приобретения жилья Свердловской областной прокуратуре. Мы, как Управление Генеральной прокуратуры Уральском федеральном округе, к действиям прокуратуры Свердловской области по объявлению конкурса никакого отношения не имеем. Но в том, что все-таки я посчитал, что объявление конкурса на эту квартиру носит законный характер. Давайте говорить по закону. Но, с моей точки зрения, есть некоторые отступления от норм прокурорской этики. Именно по заявленным характеристикам, особенностям. Я считал и считаю, что здесь есть некоторое отступление от этих норм. И настоятельно рекомендовал прокурору Свердловской области ликвидировать объявление данного конкурса и привести все эти требования, естественно, в ранг законных, но они, повторяю, носят закон, но прежде всего в ранг более скромнее и более этичнее, скажем так. Мы уже с вами начали с того, что... Не давать никакого малейшего повода для критики в адрес прокуратуры. Этой критики и так достаточно. Мы с вами начали с того, что в этом году 290 лет органам российской прокуратуры, но, к сожалению, в Уральско-федеральном округе празднование было мрачено громким преступлением в Челябинске. Был застрелен прокурор, его жена. Убийца позже застрелился сам. Это бывший работодатель жены прокурора. Дело завершено, расследование завершено? Нет, дело не может так быстро завершено. Срок следствия 2 месяца, конечно. Дело может расследоваться и в более короткие сроки. Но с учетом всех особенностей этого дела, проведение посмертной судебно-психологической и психиатрической экспертизы, того лица, который совершил данное деяние, оно проводится достаточно небыстро. Это дело в настоящее время ведется Следственным управлением, Следственного комитета по Челябинской области. Однозначно могу сказать, что никакой, не то что вины, никаких либо действий со стороны работника прокуратуры и жены, которые могли бы каким-то образом спровоцировать данные преступления, не установлено. Вся вина полностью лежит на том лице, который совершил это действие, который застрелился. Еще раз хотел бы выразить искреннее соболезнование родным, близким погибших и сделать для того, чтобы в любом случае были исключены такие подобные факты, как убийство работников правоохранительных органов в дальнейшем. Планируется ли реформирование органов прокуратуры в ближайшее время? Есть информация о том, что в Госдуме сегодня законопроект о возвращении некоторой части следственных действий, следственных функций? Да, генеральному прокурору Юрию Яковлеву Чайку внесены проекты изменений в уголовно-процессуальный кодекс, в котором ставится вопрос о расширении некоторых полномочий прокуроров именно в уголовно-процессуальном законодательстве. Если и цель данных изменений, как бы выразить, не перетянуть одеяло или воспользоваться на свою сторону или, так сказать, укрепиться, нет. Цель одна, чтобы был сохранен баланс между системой правоохранительных органов. И основная цель – это цель сбалансированной, целенаправленной и более качественной работы и правоохранительных органов в целом, и органов прокуратуры именно в борьбе с преступностью и наведении должного порядка в нашем обществе. Спасибо вам большое за беседу в вашем лице. Поздравляю всех прокуроров с круглой и достаточно хорошей, красивой датой, 290 лет и поменьше вам работы. Спасибо, что пришли сегодня в студию. Я напомню, в эфире была программа «Глазня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...